Германию лихорадят. Ультраправые выходят на улицы в Дортмунде, Хемнице, идут мимо памятника Карлу Марксу с лозунгами очистить страну от мигрантов, неонацистов больше и больше. У этих все те же заявления, Германия для немцев. В ответ многотысячные антифашистские демонстрации, идут левые, зеленые, короче, богатые, когда-то спокойная Германия, неспокойная. И все время ощущение, что кто-то все больше это разжигает. Эмигранты разжигают внутриусобную гражданскую войну. Это является их целью. Это является их целью, потому что в итоге они ослабят общество, они приведут к власти того, кого они захотят, потому что они очень сильные сегодня уже, они могут и на выборах, и без выборов делать очень многое. Они ведь связаны и с остальными странами, и с странами своего исхода, которые помогают дипломатически и так далее. То есть, в принципе, тут мы имеем дело с очень серьезной структурой, которая работает над Германией, потому что то, что будет в Германии, будет во всей Европе. В немецком обществе очень воспалилось это все состояние, потому что их очень много, очень долго ржали, давили, что они не могли ничего говорить. Они должны были жить с чувством своей вины. А родилось новое поколение. Выросло уже даже не одно, а два, и может быть, даже три поколения после войны, которые вообще к этому делу не имеют. И они не хотят нести на себя это бремя, вины такой, непонятной, за что и как, что их все время тыкают. С одной стороны, сама богатая и сильная страна, а с другой стороны, как она должна себя вести. Вот это противоречие. Разрывать человека. Да, и они поэтому сейчас начинают освобождаться от этих своих внутренних оков, вытаскивать эти кляпы изо рта, развязывать себе руки. И я думаю, что это в итоге выльется в очень кровавые столкновения. Ну вот если можно было сейчас вот замереть и что-то исправить, что бы вы сделали? Они не могут. Для этого нужны другие правители, которые бы понимали, что надо как-то оседлать все вот эти всплески. Надо успокоить мигрантов. Надо что-то с ними сделать, урегулировать, ввести какие-то законы. Быстренько, пока еще возможно, ограничительные. На то, чтобы преподавание в школах мигрантских было не во вред самой Германии. На то, чтобы ограничить вообще всю миграцию, в конце концов. На то, чтобы укреплять Европу. Не за счет мигрантов, а за счет того, чтобы во всех школах, заведениях, следственных информаций, везде законным путем пропагандировалось бы единство, объединение, взаимопомощь, взаимозависимость. И прекратить делить Европу, объединенную так называемую, на первый, второй, третий и так далее сорта. Это все Германия начала. И заболела. Да, и теперь она будет с этим расхлебываться. И все ее будут дружно ненавидеть, особенно те мигранты, которые в ней. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова